Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я вас рад приветствовать на своем канале. Сегодня у нас очередной день семейного воздуха. Мы приехали в населенный пункт Бровнище. Здесь есть туристическая тропа, называется ущелье Дарданеллы. Вот такая здесь живописная местность. И сейчас мы вот этой нашей командой, традиционной туристической, пойдем прогуляемся по маршруту. Ну что же, пойдемте. Тропа выходит всего Хмельницкая. По своему существу напоминает тропу на гору Пидан. И идет вдоль реки Тигровая вроде бы. Сколько я знаю. Народичь здесь просто тьма огромная. Мы сюда приехали. Вот, просто здесь, я не знаю, сотни, сотни людей здесь. Нам дальше прямо идем? Да, все время прямо идем. Нет, это просто есть еще он куда-то. Вот, и вот. А может быть и направо, не знаю. А я тут впервые, если честно говорю, вот здесь еду. Если мне направо сейчас пошли. Это, наверное, на берег. А пойдемте все-таки налево. Ну вот здесь можно пойдемте. Пойдемте. Пыльно даже. Что-то здесь по меркам туристических троп просто все вытоптано вообще. Дети довольны и бегут. Мы, короче, перед этим заехали в нашу любимую кафешку у ущелья Дарданеллы. Покушали, короче, в два этапа. Вот. Все приехали такие объявшиеся габаны. Никто не хочет идти. Вот. Но детвора бежит. Детвора бежит. Всем нравится. Крошка, енот, догоняй. Давайте тебя будет, спотаемся. Да. Давай, спотаемся. Вот. Еще раз. Спотаемся. А теперь спотаемся. Давай, спотаемся. Так что, друзья, смотрите. Здесь очень реально красиво. Класс, конечно. Ну что вы, сейчас вам хватило сходить наверх? Да, мы подняться начали в 11. Сейчас мы поднялись. В 11 начали, сейчас поднялись. Вы прямо туда наверх лазили? Сейчас мы поднялись. Да. Прямо на мостик. Понятно, а в чем сложность? Там то, что круто или что? А по камням лезть? Да, там. Понятно. Ясно. Вроде любители какие-то тут. Районоль ЛКГ. Да, извечный блогер. Вы, кстати, попадете в контент. Ну ладно, счастливо вам. А мы попадем в контент. И вы попадете, всех буду снимать. Все попадут в контент. Да, замечательно. Завтра опубликуем. Да, вы кто? Да, мы это скромные блогеры приморские. Ну что, вам понравилось? Еще придете? Не знаю, да по-другому. Много раз. Регулярно. Каждый год. Это правильно. В одно и то же время. Это правильно. Ладно, всех бах вам и не болейте. Давайте и вам не порой. Димоха больше всех. Вот, смотрите. Здесь просто классная погода. Я даже встретил радиолюбителя. А он тебя знает? Ну да, по ютубу знают, конечно. Короче, здесь прикольно, конечно же. Вот. Для кого-то я не успел договорить. Кому-то это тяжело очень. Ну, кто не ходит, кому-то легко. Кто приучен, тому проще. Вот. Ну, мы прогуляемся. Мы приехали поздновато, конечно. Тут такой ориентир, чтобы не запутаться. Тимофей, ну, ходи. Иди сюда, Тимаша. Ну вот. Ну вот, ну что. Я не знаю. Куртки надо было снимать. Жарковато. Вот. А там что-то написано. Давайте почитаем, что там написано. Ох, тут. Ну-ка, посмотрим. Я прям зачитаю. Память о событиях гражданской войны 1918-1922 годы. Эти тропой через ущелье Щеки из села Хмельницкая на Бровниче ушел из окружения белогвардейцев партизанский отряд под командованием Сергея Лозо. Вот такая вот табличка здесь памятная, друзья. Мил, разворачивайся. Тимофей, давайте сейчас фото. Плавает. Вон, смотрите, рыбка. Я не знаю, что это. Это форели или хариусы. Я, честно говоря, не знаю. Ни рыбак, не в курсе. Вон, смотрите, рыбка. Ой, еще рыбка. Класс вообще. Ну вот, пойдемте дальше. Здесь такая местная живописная начинается. Так, вот мы идем, идем. Тимофа, проходи. Про рыбу не знаю. Может быть, это пеструшка даже, я не знаю. Короче, пишите в комментариях, что за рыба, друзья. Народу реально много. Ну, на самом деле, это хорошо, что люди ходят. Вот. Ну, народу настолько много, что тропа пыльная даже такая, настолько вытатанная. Машина там, пойдем. Там? Конечно. Место здесь просто фантастическое, конечно. Где вы, там, где вы, там. Там речка течет. Можно купаться? Конечно. Тут прям ныряешь, сразу купаешься. Ну что ты, крошка-енот. Крошка-енот, иди сюда. Ой, папа. А? Я упал, я. Упал. Да, папа, я. Девчонки идут в одних майках. Я, блин, в толстовке. Ха-ха-ха-ха, шпарим. Все, классная погода сегодня, как раз для походов. Но поздновато мы, конечно, вышли. Вот. В основном все люди, которые встречаются, они идут в сторону дороги. С нами по пути мало идет людей, почти никто не идет. Девчонки идут в сторону дороги. Такой нормальный, серьезный подъем. Народ стал затормаживаться. Да, здесь отметка, чтобы никто не потерялся. Что мы идем правильно. Лес шикарный, вообще такой красивый. Тут тетя Марина идет, как всегда, с нами. Ну, поднимаемся наверх дальше. Пробираемся сквозь листву. Иди сюда, в кадр попади. Пробираемся сквозь листву. Класс. Оставай, самая легкая часть пути, друзья. Помашите на камеру, Милка. Ой, в какой-то. Получи. Вот так. Вот так хорошо, да? Покинай мне. Отдевать. Ваша сапа, за что будет. и вон туда мы друзья идем на вот эту видовую это видовую площадку туда идем посмотреть как тем или нравится здесь вид шикарный конечно здесь открывается тимоша бабушки перед будешь передавать вон туда мы наверх идем стоять вот друзья самая сложная часть маршрута рассказать это вот этот курумник вот здесь надо очень осторожно вступать чтоб не вывихнуть ногу вот ну вообще конечно маршрут по сложности и по длине и конечно он не сравнится с восхождением на полосу через база росрезерва не сравнится с походом на педан конечно же облачная и близко не стояла вот все равно это место живописная и не все имеют такую физическую подготовку чтобы за день усилить педан спуститься и так далее поэтому с чего-то если надо начинать для начала этот маршрут очень хороший он и красивый и даст вам пропердец это сказать нормально поэтому обязательно надеть время сходите сюда здесь очень классно друзья а то что здесь вас пугают курумником здесь это совсем небольшой участок все-таки такси проплешина такая вы ее проходите опять попадаете в лесополосу и там вполне нормально идти поэтому сюда если пойдете ну максимум собой возьмите литр воды на человека какую-то шоколадку может быть жменьку ореха больше ничего не надо брать абсолютно это такой легкий маршрут так постепенно друзья шаг за шагом мы преодолеваем он видите на реке мост откуда мы пришли его наш оттуда местность просто шикарная красивая здесь очень возможно небольшой будет треск от ветра но кадры должны быть красивыми очень и мы все к этому месту ближе и ближе находимся наверху мы будем пить чай вот так что а пока что посмотрите как здесь красиво внизу река здесь бы с ночевкой остаться конечно было бы очень круто последние два десятка метров нам остается штурмовать подъем детвора уже устала по такой пересеченной местности ползти вот но это я еще раз повторюсь совокупно если посмотреть то дистанция совсем маленькая так сказать поэтому даже не пугайтесь смело сюда приезжайте он видите карабкается наверх а вот знаете спускаться зачастую бывает сложнее чем подниматься так короче курум не кончился мы опять заходим друзья в лесополосу и здесь буквально уже сто метров нам осталось дает рассказать из этой тропа начинается и бог опровозить что-то там ну вот друзья видите мы идем уже здесь лес вот и наша компания сейчас мы его покажу какой оттуда открывается вид сквозь листвую деревья там вот мы будем пить чай где-то там на скамейке на какой-нибудь да сейчас посмотрим какой здесь вид открывается шикарный внизу река да вообще круто конечно скажите пожалуйста это вон там до самой верхней части не как вам понравилось она пидан фала заходили она пидан надо сходить в этом году да ну там выше значительно не он по-своему живописный по-своему но там ну в другом чем-то а надо идти не в туман вот как сейчас ну ладно хорошо спасибо ну вот он вверх подожди 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 я сейчас ты тут вот сюда на крайне вот этот камень не нравится вот отсюда надо фоткать короче у меня но вот 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 Встану? Нет. Тихо. Ну, вроде все. Давай еще вот так, что я сейчас встану. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловат Галина, Дрой Павел 77, кто принимает меня на приеме. Здесь радио Анна 0, Леонид Киловат Галина, Дрой Павел 77, кто принимает меня на приеме. Здесь радио Анна 0, Леонид Гивоват, Калина Дрой Павел, всем кто принимает меня на приеме. Как? Тебе не страшно? Нет? Нет? Нет. Какая там Турция, да, Марин? Тут бы на эту на площадку залезть, да? Папа, а Марин, это я сейчас фотую дощечку там, то есть вид дощечки. В общем, друзья, погуляли мы здесь, пофотографировались, попили чаю. Я на взаимном канале попробовал вызвать радиолюбителей, но никто мне не ответил. Вот на этом, наверное, наш маршрут сегодня заканчивается. Я еще немного поснимаю на обратном пути. Кто смотрел видео, я сначала напоминаю, что мы сегодня находимся в таком легком семейно-детском походе очередном. Вот. Идем по тропе в ущелье Дарданеллы. И здесь же неподалеку есть кафешка с таким же одноименным названием. Вот, собственно говоря, это все, что я вам хотел показать в сегодняшнем видео, друзья. Пишите обязательно комментарии. Кому понравилось, ставьте лайки. А у нас на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok